Вопрос номер 20 Сколько способов загрузить данные с базы данных вы знаете Речь идет о загрузке зависимых данных через свойства видимо навигации Ну на самом деле существует несколько способов загрузки Если мы говорим про свойства навигации То первый из них называется Select То есть другими словами это так называем Projection Когда вы вызываете Select у какой-нибудь зависимой сущности У класса, у свойства класса зависимой сущности То через Select вы загружаете данные То есть таким образом можно непосредственно загружать зависимости Второй способ называется Include То есть когда вы явно указываете свойства навигации Которые хотите загрузить Причем есть еще вариант загрузить через Entry Так называется Explicit Когда вы загружаете конкретную сущность А потом через Load Collection или Load Reference Загружаете конкретные зависимости для конкретной одной сущности Также существует еще возможность Ну в общем самое распространенное это Lazy Loading В общем-то я говорю, что Lazy Loading на самом деле считается злом В версии Entity Framework Core 6 Она используется по умолчанию И используется, загружались автоматически В версии Entity Framework Core Автоматически загрузка, то есть Lazy Loading по умолчанию отключена Ее нужно включать явно Почему? Microsoft на сайте на своем намекнуло, что Lazy Loading не очень дружит с сериализацией Ну и понятно почему Потому что в процессе сериализации сериализатор обходит все свойства И начинает загрузку В общем очень много всяких неприятных неприятностей В общем имейте в виду Итак, давайте дальше Следующий вопрос у нас такой Какие проблемы и задачи приходится решать при создании микросервисной архитектуры? Ну в общем-то надо сказать, что вопросы как собственно игра и всегда Первое Какие... так, давайте по порядку Вопрос номер 21 Какие проблемы и задачи приходится решать при создании микросервисной архитектуры? Когда вы делаете микросервисную архитектуру, задачитесь следующим вопросом Первый Как микросервисы будут между собой коммуницировать? То есть есть понятие, когда клиент дёргет какой-то микросервис Но раз у вас разбита на части логика Значит ваши микросервисы должны как-то между собой общаться Вариантов существует много, выбирать вам Вопрос также возникает, как один сервис найдет другой Ну то есть кто-то должен этим микросервисом вашим говорить Что у вас есть такие системы микросервисы Может быть какой-то функционал определять В общем-то это тоже придётся делать Как управлять конфигурацией всех сервисов? Это тоже на самом деле вопрос Потому что если микросервисов будет много Так или иначе вам придётся как-то хранить конфигурацию всех сервисов Возможно даже для разных контуров То есть это нужно будет тоже решать Решать Смотрите, дальше идёт вопрос, как визуализировать проблемы Раз говорить про визуализацию проблем приходится в концепции любого приложения То в микросервисной архитектуре это намного сложнее Потому что когда у вас бэкэнд возвращает какой-то там user-friendly message Это один вариант Когда ваши микросервисы между собой общаются И что-то нужно сказать на UI Это немножко другое, немножко больше В общем это тоже придётся смотреть Как-то визуализировать проблемы придётся Логирование одно В общем вот нужно про это тоже подумать Далее Также вопрос, как мониторить производительность Если у вас много микросервисов Если у вас допустим одна какая-то программа Её промониторить достаточно просто Когда у вас в связке работает много программ Это уже возникает некоторые такие Как это по-русски-то выразится Ну то есть эквилибристика, знаете, на уровне девопчинга В общем там есть над чем подумать Ну и собственно говоря Вот эти вот все вопросы Они как бы однозначно иногда Иннозначно иногда То есть они встречаются для монолитов Ну вот в микросервисной архитектуре Эти проблемы многократно множатся Потому что всё увеличивается в разы И количество как бы имеет значение Следующий вопрос Какое количество вливаемых объектов Считается оптимальным Ну на самом деле Я повидал количество объектов Которые вливаются там близко к 30 На самом деле Вы можете вливать сколько хотите Но есть такой дядька Называется Марк Симон Он написал книжку Которая называется Dependency Injection В общем Я рекомендую её к прочтению Она читается на самом деле сложно Но если вот поймёте Будет очень круто Смотрите Так или иначе Количество зависимостей Может определяться Простой правил Простым правилом Смотрите Если зависимости 3 Максимум 3 То это как бы нормально Всё абсолютно красиво И в общем-то Никаких нареканий нет Как только зависимости уже 4 Нужно в общем-то Как бы озадачиться тем Что это уже как бы Что-то уже не так Да пошло И как он говорит Когда уже 5 и больше Нужно уже менять архитектуру Менять Как это Группировки Менять интерфейсы В общем нужно уже озадачиться Но опять же повторюсь Я видал и по 30 вливаний Собственно говоря Проекты работают и много лет Но другое дело Что следить за этим очень сложно Тестировать очень сложно В общем 3-4 Вот на мой взгляд Самый оптимальный вариант Вопрос следующий Как лучше организовать Обновление BD Используя CodeFest Чтобы проще было Переносить данные Из уже работающей базы В новую Ну смотрите Этот вопрос Он на самом деле Несложный Непростой Потому что здесь вопроса нет Объясню Вообще Миграции В entity framework И в CodeFest Собственно говоря Используется Для управления Схемой Данных А не данными Другое дело Что при изменении Схемы Нужно как-то Оперировать данными Например У вас было Какое-то свойство Которое Не было допустим Обязательным То есть оно было Now В новой версии Структуры База данных У вас Это свойство Стало Обязательным Так вот Миграции Позволяет Не только Указать Что свойство Стало Таким-то Но и Задать ему Первоначальное Значение Конечно Безусловно Вот эти Все изменения Структуры Они Будут Обходить Будут Происходить Непосредственно В самой базе При этом Измененные Данные Они Могут Ну собственно говоря На самом деле Сломать Всю базу И вернее Консистенции То есть Констрейн Да Вот А с другой Стороны Вот этим Вот Значениями Помолчанию Нужно будет Оперировать То есть Я на своем Примере Могу сказать Что Приходилось Делать Такие Миграции Что В несколько Этапов Сначала Создается Поле Создается Временная Таблица В ней Прикликуются Данные То есть Каким-то Образом Делается Миграция На них Делается Слепка Потом Это все Очищалось В общем Желательно Так Начать Реализацию Базы данных И приложения Чтобы Понарастающе Было То есть Чтобы Не приходилось Там Оперировать Большим Количеством Данных В общем Еще раз Повторюсь Обновление Базы данных Это обновление Структуры Данных То есть Схемы А обновление Самих данных В этой Базе данных Это уже Немножко Другие Задачи В большинстве Случаев Даже Возможны Варианты Создания Новой Базы И конвертация Данных Из старого В новую Но это Не делается Посредством Кодфюст Вернее Не делается Посредством Миграции Вопрос Следующий Что нужно Знать В целом О публикации Работе Опубликованного Приложения Например Иис Ну Вопрос Такой Расплывчатый На самом деле Знать Программисту Ну Теоретически Во первых Программисту Знать О публикации Ну Наверное Мало Что нужно Это Скорее Сего Сейчас Новомодная Профессия Называется Devops Должен Про это Знать Но Если Вы Full Стэк Надо Сказать Что Иис Работает На Windows Иис Имеет Прямой Доступ К Инфраструктуре Active Directory Имеет Прямой Доступ Непосредственно К System.web Процессу И В общем То Неважно Даже Какая версия Вот И если Греть Про Dot.net Core То Теоретически Все Вот То Что Сейчас Существует На Иис И было Вырезано Грубо говоря Там Большим Ножом И Разбито На части Чтобы Можно Было Это Переписать И Положить На Другие Платформы На Работе Иис Ну В общем То Нужно Просто Понимать Что Иис Это Своя Программа У нее Свои Настройки Свои Возможности Связывания С Active Directory Например Или С Другими Службами Она Работает Может Работать От Определенной Службы Которая Становлена На Компьютере Может Работать Имперсонализировано То В общем Особых Нет Таких Рекомендаций Единственное Я же скажу Что Иис Работает На Основании Настройки Web Config Web Config Для ASP .NET Простого Не Core А .NET Он Как бы Является Частью Большого Машинного Конфига То есть Машин Конфиг Web Конфиг Его Переопределяет Вернее Настройки Которые Можно Переопределить Ну И В общем Раз Это Иис Web Config Это .NET С Концепцией Core Приложения Там Немножечко Все По-другому Но Опять же Нюансы Ну Нужно Все-таки Почитать Поискать Что Нужно А еще Лучше Взять И попробовать Конкретный Какой-нибудь Пример Ну То есть Опубликовать На самом деле Сложного В нем Ничего Нет Еще Один Вопрос Какие Конфигурационные Файлы Кроме App Settings .web Конфиг важны Приложения .NET Core Что нужно делать Чтобы избежать Проблем Со всякими Совместимостями И так далее Значит так Смотрите Web Конфиг Это часть .NET Технологии Web Конфиг Не важен Для .NET Core Для .NET Core Важен Только App Settings .json Еще Для Net Core Очень Важен Файл Который Называется Launch Settings Он Используется Как раз Для конфигурации Запускных Данных Для прокидывания Параметров И аргументов Немного Средственно В консольное Приложение То есть В саму Сборку Одно Из моих Предыдущих Видео Как конфигурировать .NET Core Приложение При помощи Visual Studio Там Прям Есть примеры Как это Делается Проблемы Сбежать На самом Деле Совместимости Чего То есть Если вы .NET Core Будете Совмещать .NET MVC Допустим То здесь Это Не нужно Так делать Это не Можно Совместить Ну Во всяком Случа Нет Ну Вообще Конечно Можно Но Смысла В этом Вообще Никакого Нет Нужно Понимать Что WebConfig Это Часть ASP .NET Это Часть XML Конфигурации App Settings JSON И ее Вариации На тему Development Production Это уже С другой Песни В общем Наверное Наверное На этом Все Я просто Не знаю Что еще Сказать По этому Поводу Ну И еще Один Вопрос На самом Деле Мне казалось Очень Интересно Есть Вопрос Решение .NET Core API И вдруг Переспечило К нему Прикрутить Другое Мое готовое Приложение Например .NET Core Как это Сделать Как это Делается Ну На самом Деле Это Делается Ну Давайте Определимся Что вы Хотите Сделать Допустим У вас Есть Какой-то Сервер Авторизации У вас Есть Какой-то API Допустим Допустим Надо им понимать, что если у вас .NET Core и API, значит это REST. Если у вас REST, то прямые запросы возможны только через JSON-формат, значит никаких прямых связей нет. С другой стороны, вы можете сделать отдельную сборку, которая будет являться .NET Core Library, в которой заключить все контракты. Как перечисление, контракты, базовые классы, может быть интерфейсы. И, собственно говоря, вот эту сборку поместить, например, в Nugget пакет. И шарить ее между двумя вашими классами. То есть, если что-то было сериализовано в REST.NET Core API, то дейсерилизовать это можно при помощи допив приложения через HTTP Client, так называемый запрос на сервер, и дейсерилизовать его при помощи JSON-библиотеки. Если есть другие варианты, как вы хотите использовать связку между двумя этими платформами, то давайте снова задавайте вопросы, еще раз объясню, еще раз поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok